Дмитровским избиркомом зарегистрировано первые тысячи желающих проголосовать дистанционно на выборы губернатора в сентябре этого года. В этом году впервые в Московской области будет применена система дистанционного электронного голосования. С 8 по 10 сентября жители региона смогут принять участие в выборах различных уровней, но ключевыми будут выборы главы Московской области. Особенность электронного голосования это удобство для избирателя, потому что до этого применялись пункты приема по месту нахождения, так называемые ППЗ. Человек мог в течение определенного времени, если он находился не в Яхраме, а в Дмитрове, перерегистрироваться и проводить голосование в том пункте, который его устраивал. Сейчас ты после того, как зарегистрируешься на госуслугах, имеешь возможность проголосовать, не выходя из дома. С 24 июля стартовал прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании. Проголосовать дистанционно смогут те граждане, которые имеют подтвержденные аккаунты на госуслугах. Ведь именно на портале можно подать заявление, если не хочется посещать избирательный участок. Центральная избирательная комиссия приняла закон и постановление о проведении электронного дистанционного голосования. В нем указывается, что за 45 дней до дня голосования любой человек, избиратель, может зарегистрироваться через госуслуги, соответственно, в своей избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии, подав заявление. И тем самым он 8-9-10-го получает код электронного голосования, по которому сможет проголосовать. Регистрация на дистанционное электронное голосование завершится за 3 дня до единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал госуслуги и оставить свой голос. Дистанционное электронное голосование проводится с 8 утра первого дня голосования до 8 вечера последнего дня. Продолжение следует...